Мародер 120 Гигабайт Я считаю, что хейт вокруг игры Это немножко преувеличен Сразу говорю, это мое имхо, это мои мысли Вы можете не соглашаться, скорее всего я соберу кучу дизлайков От хейтеров киберпанка Но что я могу тут сказать, ваших мамок я имел Я уже высказывался очень много раз на стримах По всему этому поводу и не хочу повторяться Я просто один раз запишу вот этот видос Второе, я хочу донести свою мысль о том, что Хейтить киберпанк это плохо И хочу рассказать, почему хейтить его это плохо Тут нужно определиться сначала с понятием Кто такой вообще хейтер Я не говорю про людей, которым игра не понравилась Я говорю про людей, которые залетают там в комментарии Под видосы какие-нибудь с киберпанком Или просто в пабликах пишут Хуесосит игру, хуесосит разрабов При этом сами нихрена в этой игре не понимают Потому что они не поиграли У них там компьютер не потянул У них там плейстейшн не потянул и так далее Они не имеют понятия вообще, что это за игра Как она создавалась, что в ней есть хорошего Что в ней есть плохого, действительно плохого А не надуманного Некоторые делают это вообще за компанию То есть начинают просто срать игру Потому что другие это делают Я считаю, что эти люди долбать Откровенные И я хочу объяснить, почему Может быть до кого-то достучусь И он решит, ну зачем мне быть долбать Я буду нормальным человеком Теперь не буду так делать В целом это касается многих игр И вообще отношения геймерского сообщества К разработке игр То есть проблема такая довольно-таки масштабная Мне бы не хотелось, чтобы Среди моих подписчиков были люди Которые хейтят киберпанк просто по приколу Потому что это клево Это модно Я классный, замечательный шкаляр И у меня не пошла игра У меня нету компьютера вообще Я играю только на телефоне Пубмобайл Но киберпанк говно Такие люди это хейтеры И именно им адресовано по большей части Это сообщение Почему вообще накинулись на киберпанк? Почему на киберпанк вылилось столько хейта? Игра была перехайплена У игры был очень агрессивный и массивный маркетинг Ее рекламировали везде Это привлекло внимание людей Которым эта игра вообще не нужна была То есть она делась не для них Но эти люди решили из-за рекламы в нее поиграть Попробовать Купили ее Она у них там не пошла Им что-то там не понравилось Они полетели хуйсосить разрабов Хуйсосить все подряд Хуйсосить игру Похожая ситуация была с The Last of Us Игра тоже получила низкие оценки При этом причем игра является одной из самых лучших игр В которой я играл в своей жизни Я про Last of Us говорю Вторая часть Сделана с вниманием деталям Но ее хейтили И вот теперь их киберпанк хейтят У игр разные совершенно проблемы И, честно, я в Last of Us проблем вообще не вижу С киберпанком ситуация немножко другая Там хейт более заслуженный Те ребята, которые играли на консоли Они получили неиграбельный продукт Совершенно И это была действительно большая ошибка CD Projekt'ов Выпускать подобное на консоли прошлого поколения Я не знаю, как сейчас после патчей Вроде говорят, стало получше Недавно ходил в магазин Покупал подарки к Новому году И видел, как чувак играет на PlayStation 4 Pro Ну и, естественно, мне после ПК Но это кошмар Это просто ужас какой-то Игра, по моему мнению, до сих пор неиграбельная Ее поэтому убрали из PS Store И, конечно же, CD Projekt'ам не надо было Изначально выпускать эту игру на консоли Поэтому я понимаю консольщиков Я понимаю их боль Но я понимаю CD Projekt'ов Почему они выпустили? Потому что, если бы они ее не выпустили Во-первых, бы их хуйсусили за то, что они ее не выпустили Вы бы прокатили нас, консольщиков Мы такой большой рынок Вот ПКшники играют, а мы такие бедные несчастные Значит, вы пидоры Все равно был бы хейт Понимаете? Это первое Второе Они бы потеряли деньги Игру бы прошли очень много на YouTube И стали бы ее покупать И спойлеры бы пошли По-хорошему, игру надо было переносить Полностью Всю И на ПК, и на консоли Хейт консольщиков я могу понять Но ПК проблемы тоже есть Несмотря на то, что у меня 3080 Я когда трачу на карту столько денег, сколько стоит 3080 Мне хочется, чтобы игра не лагала вообще Потому что, ну я потратил кучу денег Для чего? Для чего? Чтобы игра вышла и лагала? Но при этом я играю в 4К Я играю на очень высоких настройках графики Чтобы прям насладиться полностью атмосферой Night City Да, проблемы с оптимизацией имеются Конечно же Баги тоже имеются Но Это не относится никак к самой игре И вот это я хочу донести Нужно разделять понятие игра и продукт Как продукт, киберпанк вышел не очень хорошим Если говорить именно про игру, то с киберпанком все нормально Хотя тут со мной тоже многие не согласятся Начнут писать Да это говно Да там стрельба Да там значит вождение Да там NPC тупее, чем в GTA V Ой, какой кал И вот я хочу объяснить, почему ничего не кал И почему вы ошибаетесь очень сильно Но для начала давайте закончим мысль про продукт и игру Я всегда был большим противником того, чтобы Хейтить игру, когда она выходит на релизе недоделанной Это конечно очень грустно, что когда игра на релизе Выходит недоделанной Но я вам скажу, мне очень жаль Ребята, таковы реалии современного рынка видеоигр Потому что ну 90% по-моему игр выходит недоделанной Выходит с проблемами Их потом допиливают на ходу, на бегу Есть наверное какие-то требования издателей Выпустить игру поскорее Инвесторы тоже там давят, если издателя нет Тут нужно, чтобы вы начали продавать игру Верните нам наши бабки, которые мы у вас инвестировали Я на самом деле уже давно смирился с тем, что игра на релизе Всегда страдает от каких-то проблем От лагов, от багов Ее допиливают позже патчами и так далее Я не говорю, что это хорошо Что надо любить такие игры И любить за баги, за лаги и так далее Нет, я просто хочу до вас донести мысль Что это нормально И это не киберпанк такой плохой Это индустрия видеоигр Немножко в жопе находится в данный момент Поэтому давайте лаги-баги Мы вообще с вами отложим Мы разбираем здесь не релиз игры на консолях Там на Xbox, как она там на PS4 Как она там, как она на ПК Я хочу именно выделить здесь то Что мы обсуждаем игру, а не продукт Вот это стоит запомнить И для начала я хочу сказать Почему не надо хейтить игру За то, что она не очень хорошая вышла как продукт Если при этом это является нормальной игрой Почему я этого не делаю? Почему некоторые люди просто говорят Я не буду играть в это на релизе Я подожду, пусть они ее допилят А потом я нормально поиграю Получу хороший там игровой экспириенс Мне будет классно, весело и здорово Такие люди молодцы Но я как человек нетерпеливый Я так не могу Поэтому я покупаю игру сразу Играю на релизе Играю с лагами, багами Но стараюсь не обращать на них внимания Если они не прям совсем критичные Я считаю, что на ПК Здесь проблем не так много Как на консолях На консолях там все понятно Уже много раз сказал Там действительно все критично Там реально все плохо Но хейтерам на самом деле На все это пофигу То есть они говорят, что игра говно Они не говорят Игра очень плохая на консолях На ПК все нормально Они говорят, игра говно Не вникая вообще в то Как игра делалась Какие причины у всего этого могут быть Нет никакого конструктива Нет нормального подхода критического К данной ситуации И при этом у всего этого есть последствия Когда люди вот так вот критикуют игру Говорят, что она говно Говорят, что она плохая Что CD Projekt плохие Но почему-то люди не задумывают Что у хейтера есть последствия CD Projekt Компании открытые Они стараются с вами разговаривать Вот как я сейчас с вами разговариваю Буквально на днях вышло видео Где соучредитель Мартин Как его там Не помню Курвамаческий Короче говоря Один из самых главных чуваков Ответственных за разработку Там всех Ведьмаков И конечно же Киберпанка Обратился к аудитории CD Projekt С извинениями С объяснениями Почему так получилось Я прекрасно понимаю Что никого это не волнует Но я говорю о том Что компания открыто заявляет О том, что они виноваты Компания старается Поддерживать Дружеское отношение Со своей аудиторией И это надо ценить Потому что Если вы не будете ценить Если вы будете дальше Их усосить Они будут делать как Беседка, например Да Они выпустили Fallout 76 Он ебаный Недоделанный Там ничего нету Они не сказали Ой, простите, пожалуйста Да, я знаю Мы сделали какое-то говно Ниоткуда эту игру не убирали Просто ее допиливали Ни на кого не обращали внимания Что они там говорят Потому что им насрать Electronic Arts вообще Просто выпускает какое-то говно И вообще не парится Даже ее доделать Просто студию там Закрывает Вы говно сделали Ну а закроем Ну нахер Мы потом еще одну купим Нам насрать А CD Projekt Они действительно переживают Они переживают за свои игры Они переживают за свои отношения С аудиторией Да, они накосячили Именно поэтому я считаю Да, вот люди говорят Ты просто говноед, короче Ты любишь, когда Тебя ноги вытирает Никто об нас здесь ноги не вытирал Они просто допустили ошибку Действительно И они это понимают Они за это извиняются И я надеюсь Что они это исправят А вот если вы будете орать Что вы все равно пидорасы Вы лицемерие Вы ублюдки То они рано или поздно Просто подумают А зачем мы тогда Такие открытые Зачем мы тогда С ними пытаемся нормально общаться Давайте просто хер забьем Либо будем допилить Либо вообще не будем А то мы допилим Они это ценить не будут Зачем нам это надо Время тратить Деньги тратить Пошли они нахуй Надо задумываться О последствиях хейта И я считаю Что пока CD Projekt Не заслужили такого хейта Потому что игра Как игра еще раз Киберпанк Получилась отличная Хорошая Я попозже объясню почему Давайте пока пройдемся По минусам игры Не трогая баги Лаги Вот это вот все Давайте именно Поговорим о минусах Киберпанка Как игры Что предъявляют Киберпанку Плохой открытый мир Много раз это слышал Какой там отвратительный Открытый мир Там совершенно нечего делать Я не очень понимаю Что люди ожидали От CD Projekt И от Киберпанка Я не знаю Может быть люди велись На рекламу Вот эту вот Агрессивную Откуда вы взяли Что в игре будет Какой-то открытый мир Неебически крутой Там как Я не знаю Скорим вместе с GTA Еще что-то нового Туда нафигачить Открытый мир Абсолютно такой же Как в Ведьмаке Вот тебе карта Вот тебе на ней Флажочки Там знаки вопросов Всклицательные знаки Ходи Выполняй Если ты будешь Просто по ней ходить То скорее всего Ничего интересного С того не случится Так было и в Ведьмаке Люди сравнивали GTA и Киберпанк Ну это же чушь Понимаете Ну давайте сравним Я не знаю Скорим с GTA Четвертый там Я не знаю Ну это же бред вообще Это игры Которые разную цель имеют Да По-разному игрока развлекают То же самое касается И вот этого Глупые NPC Да господи NPC баланчики Были в том же самом Ведьмаке Такие же Бесполезные Точно так же Ты например Напал там На какого-то жителя Убил его там Я не знаю Тебе сража прибежала Сразу пиздал от умер Тоже касается А не про погони Это не GTA вообще Это игра Совершенно про другое И предъявлять Вот этому Action RPG Предъявлять Что NPC себя ведут Не так как в игре Про то Как ты угоняешь автомобиль Убиваешь людей На улице там Развлекаешься Там всякой херней Занимаешься Это я про GTA говорю Если что Что там разное поведение NPC Это же чушь То же касается стрельбы Вот там стрельба Там говорят Какая-то херовая стрельба В киберпанке Во-первых Киберпанке Вполне себе Хорошая стрельба Нормальная боевка С кучей вариантов Ты можешь там И катаной И дробовиками И стурмам И винтовкой стрелять И с пистолета И в стелс И в открытую Большое количество вариаций Как ты можешь вообще Побеждать своих врагов В этой игре Свою задачу Стрельба выполняет отлично Это тоже еще один Надуманный минус игры Говорят что в игре Очень короткий сюжет И что там мало контента Я наиграл 100 часов Сюжет я еще не прошел Возможно он короткий По сравнению с Ведьмаком Но случилось это Из-за того что Большое количество народу Которые играли Ведьмака сюжетную кампанию Не закончили И CD Projekt подумали Че мы сейчас будем пилить Кампанию там на 40-60 часов Которые не пройдут Сделали там на 25-30 Я не знаю сколько она проходится Кто-то мне говорил Что за 7 Ну это что за чушь Какие 7 часов Чувак ты вообще Как играл в нее Там же куча дополнительных Классных квестов Которые в том числе Связаны с сюжетом Которые открывают тебе Дополнительные концовки И так далее И так далее И так далее Это все является Надуманными минусами Я не говорю что Киберпанк это игра Идеальная Там есть минусы Там не идеальный стелс Далеко да Хотя в принципе Он мне интересен Потому что я не люблю Хардкорные стелс игры Для меня это слишком тяжело Я слишком неусидчивый Мне не хватает терпения Поэтому такой стелс Как Киберпанк Меня устраивает Ребята решили сделать его Казуальным и простым Они сделали В этом нет ничего плохого Но вам это может Не понравиться Действительно То же самое касается Хакинга Он тоже очень простой Там нету ничего Сверх замороченного Хакинга Всего и вся Но в этом тоже нет Ничего плохого Он просто так в игре Реализован Они решили пойти По такому пути И сделали его Довольно-таки казуальненький Единственное наверное Что действительно Плохо в игре реализовано Это конечно управление Автомобилями К этому можно привыкнуть Но они реально Создают много проблем Лучше кататься на мотоциклах На автомобилях Просто нереально Я постоянно кого-то сбиваю Постоянно меня из-за этого Выпендривается полиция Иногда меня убивают У меня там сохранение Где-то назад Короче это реально мешает играть И иной раз думаешь На хер эти автомобили Пойду я пешком При этом в игре Огромное количество Плюсов Там отличная атмосфера И визуальный стиль Великолепная музыка Видно что все сделано С душой Там большое количество Отсылок Проработанные персонажи Кто говорит что Сюжет в игре Говно Просто конкретно Охуел там Отличный сюжет Великолепный Тианурист просто Бог Царюшка Наш любимый Слава богу он там есть Все сделано просто Отлично В плане сюжета Подачи И атмосферы Что является Основной фишкой Сиди Проджекта У них никогда не была Какая-то супер крутая Боевка например В Ведьмаке Да там по сравнению С каким-нибудь Дарк Соус У них никогда не было Какого-то мега интересного Открытого мира По которому ты там Ходишь путешествуешь Тебе так все интересно Ты можешь там нарваться На какие-то Действительно интересные Случайные события Да В играх Сиди Проджекта Всегда была проработанная Крутая интересная Сюжетная линия Отличные персонажи И атмосфера Все это в Киберпанке есть Поэтому Я не знаю что вы ждали Но вы получили игру От Сиди Проджекта Ред так Как они смогли ее сделать С самой лучшей стрельбой Но при этом Стрельба выполняет Свою функцию хорошо Стрелять в игре приятно А они делали это первый раз С не очень хорошим стелсом Но он вообще есть Это круто А во всем остальном Угадывается стиль Сиди Проджектов Очень легко Это касается в том числе И прокачки И крафта И так далее И так далее Там вообще чистой воды Ведьмак И при этом В Ведьмаке все нормально Это хорошая игра Все классно А вот Киберпанк Это говно Чуваки Они сделали другую игру Она не играется Как Ведьмак Один в один Она по-другому Совершенно воспринимается Там другие персонажи Другой сюжет Другая атмосфера Но конечно же Стиль Сиди Проджектов Угадывается И в этом нету Ничего необычного Это то же самое Сказать что Ну вот там РДР Но блин То же самое Как ГТА Что за херня Глупо за это предъявлять Вообще Киберпанк однозначно Является хорошей игрой Потому что игра Из которой не хочется Выходить Ты ее запускаешь Если тебе нравится Мир Киберпанка Если тебе нравится Этот сетинг То ты запускаешь игру И выполняет заказы Чтобы узнать Больше об этом мире И о его жителях Ты хочешь купить себе Новую тачку Чтобы на ней ездить Несмотря на то Что она отвратительно Управляется И так далее И так далее Таких игр очень мало Ты не хочешь Чтобы игра заканчивалась Ну конечно же Он мог не понравиться Людям Которые ждали Например Стелса уровня Там Дизонорд Или Хитман Тем людям Которые не любят В целом Сеттинг киберпанка Он им не интересен Поэтому они не могут Прочувствовать атмосферу До конца И с этим все абсолютно нормально Это просто игра Не для вас Вам она просто не понравилась Но такие люди Обычно не идут хейтить В комментариях Говорят что игра говно И так далее И так далее Нельзя сделать игру Для всех Но при этом Это не означает Что киберпанк плохая игра Поэтому если он вам Просто не понравился С вами все в порядке Просто игрушка не для вас Ну и хорошо Поиграйте в другие игры Но если вы тот человек Который идет Хейтить игру В комментариях По приколу Потому что это делают все Вы должны понимать Что делать Синглплеерные игры Сейчас не очень выгодно Если вы посмотрите Анализ рынка Видеоигр То увидите Что синглплеерные проекты Это минимальное количество доходов Поэтому если вы любите Синглплеерные игры А если вы захотели Поиграть в киберпанк Наверное вы их любите Задумайтесь Стоит ли хейтить И орать Что игра говно Когда она такого не является Если игра действительно говно Орите Конечно Нахер нужно От разработчиков Которые не умеют делать игры Получать больше игр Но если разработчик старается Если разработчик с душой подходит Пусть и кривыми руками Но с душой подходит к игре Не надо хейтить эту игру Дайте ему шанс Исправиться Потому что Он может в любой момент Начать делать мобильные игры Чтобы на них зарабатывать Потому что Деньги все равно Являются основным стимулом Для того чтобы разрабатывать игры Люди хотят зарабатывать Им нужно кушать Вот они стараются Выпускают игру Делают ее там Опять же с душой Но кривыми руками Выпускают И говорят Да это говно Пошел ты нахуй с своим киберпанком Я его пройду на плейстейшн 4 И верну блять А потом ты будешь получать Говно играть блять На мобилочке блять Мобайл Потому что ничего тебе больше не останется Или в лучшем случае Какую онлайн драчильню тебе сделают То ты там донатил И кейсы покупал там блять себе С детишками маленькими Играл бесплатно И вот будешь наслаждаться Поэтому блять Задумайся хейтер ты ебаный Нужно ли тебе это Все я все сказал По этому поводу по моему CD Projekt По моему мнению Не заслужили такого отношения Если конечно Они хер положат Игру не исправят И начнут разрабатывать Что-то другое Замяются какими-то другими проектами Тогда мы потеряли еще одну Замечательную компанию Разработчику Хороших видеоигр Но пока Киберпанк игра Хорошая Она не шедевр Она не лучшая игра в мире Она не игра там Десятилетия даже По моему мнению Но она все равно Замечательная Там отличный сюжет Отличная атмосфера Классные персонажи И это именно то Зачем я прихожу в игры CD Projekt Red Все в пизду Ставьте свои дизлайки Если вам понравился звук То можете поставить лайк Написать в комментарии Нравится ли вам такой Разговорный формат Когда я просто Высказываю свое мнение Я первый раз это делаю Поэтому буду очень сильно Вам благодарен За фидбэк Я наверняка что-то забыл Еще сказать Поэтому давайте так Ссылку на Видео Дрюзая Которое я считаю Абсолютно правильным Где он хорошо Разложил эту ситуацию По полочкам Посмотрите его Посмотрите пожалуйста Может быть это Изменит ваше отношение По всей этой ситуации К игре К CD Projekt И так далее Это грустная ситуация В целом Но все таки Не надо хотеть игры Хорошие Если вы хотите Чтобы дальше Хорошие эти игры Выходили На сегодня это все С вами был Мародер 120 гигабайт Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Пишите комментарий Жестких всем респектов Йоу Субтитры сделал DimaTorzok